приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра благодатной погоды здравия вам и вашим родным и близким и сегодня наш выпуск посвящен всем важным делам которые можно сделать или что-то не делать с 26 июня по 30 июня 2022 года завершающие дни первого месяца лета первая тема агрогороскоп мы его рассмотрим снова же с 26 по 30 июня время киевское важные два дня здесь хотя казалось бы в знаке близнецы убывающая луна но у нас 27 начинается время гекаты с 5 часов 53 минут утра далее у нас идет время вот это сложное стрессовое время новолуние время черной луны поэтому у нас один день который можно посвятить еще хоть каким-то пассивным делам но они связаны с цветами потому что знак близнецы покровительствует цветам а что можно делать если собрали цветы уже созревшие и взяли рассыпали их по цветнику или где у вас будет на следующем году в следующем году расти вот можно таким образом вот заняться вот эти двулетние многолетние цветы я вот так иногда делаю и только можно высаживать рассаду цветов но запомните должна быть заранее увлажненная земля для цветов комнатных растений очень актуальна защита от вредителей болезней но настолько много 3 белокрылки полетели различные бабочки вредителей много болезней тоже жара резкие перепады воздушное течение циклоны и конечно же заболевание делайте профилактические обработки очень актуально поливы в это время не проводим подкормки тоже нет а вот на что обратить внимание что можно делать пожалуйста вот эти два дня 26 и 27 ну крайний случай утро 29 только утро это время для обрезки сада меня просили сделать акцент по обрезке сада вот завершается это очень хороший период и это знак стихии воздуха раны заживают быстро засыхают и растение не инфицируется зеленые операции естественно тоже хорошее время для того чтобы провести обрезку обломку каких-то пасынков листьев очень хороший период сбор урожая у нас очень хороший заготовки делать вот кстати отвечаю добавляю уже сбор урожая до собираем урожая для длительного хранения если что-то у вас такое есть а также делаем заготовки все виды заготовок приветствуются веники нарезка веников баня да вот это хороший период кстати можно это сегодня у нас передача выходит вечером 24 можете завтра еще 25 я упустила тоже нарезать веники и 26 и 27 хорошее время для этих агро операций но помните я даже называю слово агро операции потому что нужно беречь растение очень аккуратно давайте возможность растению не угнетайте его своими большими нарезками вот этих веточек для бани настойки очень хорошо в это время делать сбор лекарственных трав очень хорошее время и это уже четвертая фаза завершается перед наболоним перед гекатой очень хорошее время для сбора корней вот корневище это супер рыбалка в близнецах плохо идет ну а для комнатных растений овощей защита и зеленые операции очень актуальны здесь практически почти что то же самое вот на что я хочу обратить внимание что здесь даже вот эти цветы которые вы срезали не срезайте оставьте если не успели в другое время это сделаете но вот не проводите никаких посевов не работайте с не с цветочной рассадой тем более ничем другим для цветов комнатных растений защита от вредителей болезней это актуально продолжаем не поливать растения с обрезкой мы разобрались все остальные виды работ заготовки сбор урожая зеленые операции сбор веников настойки сбор лекарственных трав все это очень хорошо делайте рыбалка в это время снова же еще нерест не завершился там где завершился все равно бесполезно в близнецах и для комнатных растений актуальна защита и зеленые операции и вот наступая 28 июня когда луна будет сразу же в двух знаках в близнецах будет до 14 54 а уже затем перейдет в знак рак в 14 55 естественно это время гекаты в черной луне мы ничего не сеем не высаживая никакие саженцы никакую рассаду это бесполезно независимо того это будет в близнецах или в раке это время черной луны далее здесь же что касается цветов и комнатных растений тоже актуальна защита от вредителей болезней вы помните что в дни стихии воды вы вечером обычно делаете это знак рак конечно же биопрепараты и настои трав а вот поливы уже можно будет начинать после 15 часов дня 28 июня но подкормки еще не проводим подкормки связаны с тем что это новолуние в это время минимум энергии минимум работы в каждой клеточке даже я наблюдала растение не так быстро растет и побег не поднимается так быстро и листья не нарастают потому что в это время приостановка всего приостановка движения и энергетическое и физическое поэтому подкормки просто бесполезны они даже опасны для растений поэтому немножечко потерпите уже на растущей луне будут очень хорошие периоды для подкормки и так подкормки не проводим это у нас такой день 28 половинчатый обрезки мы еще до 11 часов самое последнее время вот это последняя такая граница и зеленые операции тоже до 11 часов дня сбор урожая несмотря на то что здесь половина еще дня получается в близнецах но плюс 6 часов или минус 6 часов уже лучше не собирать качество можете потерять заготовки тоже лучше не проводить в это время веники уже тоже не нарезаем это опасно для растений настойки некачественные лекарственные травы тоже уже не собираем и вот что касается рыбалки в знаке рак перед новолунием наши знакомые как раз любят этот период если нет нереста пожалуйста используйте этот день для комнатных овощей наконец-то вот это этот агроприем поливы но только вечером и вот знак рак у нас 29 30 завершающие дни июня здесь новолуния и время черной луны одинаково абсолютно все дела круглосуточно если здесь нас половина дня было то здесь два дня будут одинаковые виды деятельности здесь даже я бы сказала без деятельности потому что пассивы пассивы нельзя проводить с рассадой нельзя работать нельзя ее трогать цветы и комнатные растения защита от вредителей болезней и только поливы вот они поливы для всех растений абсолютно садовые огородные и комнатные все поливайте но под кормочку еще раз напоминаю не проводим растения очень сложно им сейчас в этот период пережить вот эту стрессовую ситуацию с землей с магнитным полем и тем более сейчас такие планеты на небе выстроились такие энергии сейчас очень сложные поэтому подкормки не проводим а вот в саду актуально мы уже перестали обрезать ни в коем случае не обрезайте несмотря на то что это новолуние но это знак стихии воды можете заразить свои растения инфицировать и затем постепенно в течение года двух погибает растения поэтому здесь только поливы и защита от вредителей и болезней зеленые операции ни в коем случае сбор уже урожая только на стол чтобы покушать заготовки не никакие не делаем они не качественные получается плохо хранятся потом веники для бани не режем настойки не готовим лекарственные травы не собираем а вот рыбалка можно заняться рыбалкой говорят наши знакомые снова что вот неплохо при новолунии и в знаке рак стихия воды неспроста называется рак вот и знак который в воде находится так вот здесь бывают неплохие уловы рыбы ну а для комнатных овощей очень актуальны поливы поливайте потому что следующий день начало июля это уже будет другой знак и там в том знаке в знаке огня растение плохо воспринимает воду очередная рубрика нашего выпуска это луна для дома и для здоровья снова же с 26 по 30 июня время киевское вот практически у нас все в световой день переходит кроме одного дня поэтому два дня вот 26 27 здесь актуальными будут огонь потому что это стихия воздуха может разгонять очень быстро зажигать из искры делать огонь но это не так страшно как знак стихия огня но очень быстро тоже пожары происходят разговаривала с пожарными да такое наблюдение есть для теста это норма здесь рядышком у нас новолуние здесь почти что по рецепту все получается хорошо для рукоделия времени нету а вот обратите внимание на вот эти важные работы дела с нашими волосами ногтями 26 можете стричь волосы стричь ногти красить волосы мыть волосы а вот уже мыть волосы можно 27 но 27 уже не делайте это геката черная луна не теряйте свою энергию не теряйте связь с космосом подпитку вы если вы срезаете вы теряете вот эту прекрасную связь которая была настроена и частично энергетика была уже отдана но вот этот баланс нельзя срезать я вот это заметила и поэтому стрижка волос стрижка ногтей и покраска волос 27 не планируйте а мыть волосы можно потому что смотрите далее у нас будет знак рак а в раке стихия воды очень плохо получается потом проблемы я очень долго выводила перхоть вот после того когда помоешь волосы в этих знаках но давайте вернемся к близнецам 26 27 уход за кожей кожа не воспринимает то что вы будете какие-то маски делать просто в это время клеточки заняты дыханием очистка кожи еще 26 проводим и вечером завершается вот этот период кто работает с различными травами очищает вот пожалуйста чистоте вот это завершающая очистка ремонт в знаке близнецы прекрасно два дня проветривание вещей если хорошая погода стирку и уборку не советую инкубация пока что у нас выходные вот смотрите здесь практически у нас все одинаково поэтому 28 29 30 эти энергии будут как раз работать одинаково будет попал по поводу огня здесь плохо будет разгораться с одной стороны хорошо но будет если будете что-то там где холодно растапливать камин может быть дым для теста в знаке рак хотя это новолуние все равно нужно добавлять муку или же уменьшать количество жидкости рукоделие не проводим ничего в этом знаке тем более в период когда время у нас новолуние черной луны ничего хорошего не получается стрижку волос ни в коем случае не проводим стрижку ногтей тоже нет покраска волос нет мыть волосы эти три дня не рекомендуется уход за кожей вечером начинаете вот эти масочки которые делаете натуральной прекрасно в знаке рак и 28 29 30 и снова идет вот уже начинается период когда нельзя заниматься очисткой кожи вот чистотел в это время уже перестает работать все три дня ремонт не проводим отвратительно получается проветривать вещи тоже нельзя влагой запахи а вот стирка и уборка три дня замечательный период когда можно генеральную стирку и уборку затеять и начало инкубации пока не проводим пока вот этот период нам не подходит луна для здоровья 26 27 июня а также 28 июня здесь здесь тоже будет воздействие энергии знака близнецы поэтому будьте внимательны в это время уязвимы легкие плевра бронхи трахея плечи предплечье кисти рук запястья локтевые суставы вегетативная нервная и дыхательная системы поэтому когда луна в близнецах да и впереди черная луна на волоне нельзя проводить в близнецах операции на грудной клетке на дыхательных путях а также на легких бронхах трахея и языке в этот период наблюдаются обострение заболеваний орви астмы ларингиты пневмонии плевриты щитовидной и вилочковой желез пожалуйста избегайте переохлаждения несмотря на то что лето не пейте из холодильника воду и не сидите под кондиционером если там сильно у вас жарко здесь очень быстро схватывается вот эти простудные заболевания идем дальше 28 так как и кстати и близнецы и рак они взаимосвязаны и этот день тоже будут уязвимы грудная клетка и органы брудной клетки 29 и 30 в раке уязвимы будут кроме грудной клетки печень желчный пузырь желудок двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа пищевод нервная и пищеварительная системы сейчас вот эти дни которые до конца месяца будут организм уже на нуле подпитки нет из космоса поэтому будьте внимательны обостряются астмы простуды ларингит дает о себе знать пневмонии это очень часто бывает но и вот ревматизм тоже очень беспокоит в эти дни в дни рака а также в новолуние дни черной луны не рекомендуется проводить операции на органах дыхания на грудной области на желудке на печени на пищеводе на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах будьте внимательны да кстати я заметила в это время очень обостряется язва желудка и изжога а те кто болеют диабетом будьте внимательны тоже возможны проблемы ну и самое главное в эти дни не допускайте снова же переохлаждение и не проводите голодание которое популярно именно в новолуние на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск раиса горяченко и александр волик желают вам здравия 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 хорошей погоды благодатного богатого урожая овощей и будьте в хорошем настроении в состоянии гармонии и мира в это вот такое прекрасное время завершения первого месяца лета до новых встреч на нашем канале пока пока